Здравствуйте, товарищи! Начинаем обзор очередной машинки от компании Ашет Коллекция, серия легендарной советской автомобиля в масштабе 1 к 24. Это очень большой масштаб, у меня уже не хватает полок, скажу вам по секрету. ЗИС-101А. Почему не 101 просто? Потому что ЗИС-101А это как бы последняя реинкарнация 101-го перед уходом на заслуженный покой, когда его сменили на улицах городов Победы и Зимы. Что хочется рассказать? Наверное, в первую очередь любители в кавычках советского автопрома в этот раз будут потирать руки и говорить «ну, наконец-то». Наконец-то сознались в том, что это копия американского Бьюика. Да, и это не секрет, создатели данного автомобиля не скрывали, что ориентируются именно на американский автомобиль. И цель была поставлена, и в газетах писали, что строит советский Бьюик. История началась в 1933 году. В Ленинграде начали разрабатывать первый представительский автомобиль для Советского Союза. Сделали несколько машин, но что-то пошло не так. Предприятие перешло на производство танков, а танки в нашей стране всегда хорошо делали. И проектную документацию, и опять же задание на производство автомобиля было передано на завод имени Сталина в Москву. При этом задание партии совершенно не поменялось. Сделать представительский автомобиль очень похожий на Бьюик, но наш, отечественный. Стали думать, гадать, проектировать. Оказалось, что в стране нет практически специалистов по производству автомобилей. Были заказаны штампы в Америке, были заказаны формы в Америке. Много чего было заказано в Америке. И в конечном итоге в 1937 году появилось это. Ну, перед этим была немножко другая решетка радиатора. Это уже ЗИС-101А, у него полукруглая морда, соответственно, там стоит немножко другой двигатель. Много немножко другого, но история у них одна. В 1937 году машину показали Сталину, и Сталину она очень понравилась. Действительно понравилась. Давайте посмотрим модельку. Собственно, рама, на ней кузов. Изначально кузова делались из дерева, обтягивались металлом. Ну, не обтягивались, наносились металлические панели. На 101А кузов уже менее деревенизирован, если так можно сказать. Это все-таки уже более железный автомобиль. Характерная черта, опять же, всех американских автомобилей советского Бюйка в том числе, хотя, несмотря на то, что в Америке такой вид автомобилей начинал устаревать, наши все равно пошли по правильному пути. Сделали большие красивые крылья, запасные колеса, которые устанавливаются в крылья. Здесь это есть с колпаками ЗИС, воздухозаборники на капоте, огромный аллигаторный капот, который открывается в две стороны. Ходит легенда, что вот такую эмблему, некий флажок, придумал сам товарищ Сталин. Но, опять же, надо отдать должное создателям автомобиля. Они сделали его очень грамотным. Даже на американских, вернее как, на американских автомобилях у каждой компании были свои значки, были свои эмблемы, которые располагались на капоте. И ЗИМовская эмблема, на мой взгляд, не то, что не проигрывает, а даже в чем-то выгодно отличается, потому что она несет в себе какую-то идеологию, а я не знаю, а не бабу с крыльями, предположим. Фары на рожках, алюминиевые накладки, хромированные тяжелые бампера, поворотники, ну, скорее всего, это габариты, а не поворотники. Да, это габаритные огни, видны фиксаторы капота, пороги накрытые резиновыми ковриками, и это так и было, потому что металл надо было экономить. Далее, что мы видим. За счет того, что машинка большая, тяжелая и отлита по технологии высокого давления, здесь она не целиковая, поэтому при сборке остаются технологические зазоры, которые как бы имитируют, как это сказать, щели-щели между дверями, ну, пусть так будет, поэтому смотрится на самом деле очень хорошо, и действительно кажется, что двери сейчас откроются. хромированные ручки, сзади открывающиеся форточки. При этом хочу заметить, что на автомобиле Азим-101 уже была установлена печка, отопитель салона. Соответственно, это круто. Зимой в машине советские чиновники не мерзли. Что еще мы имеем? Имеем сзади багажную дверь большую и полочку, которая двигается. Опять же, вот эти вот улитьи рожки с задними фонарями, стоп-сигналами. Опять же, хромированный бампер. Задняя ручка тоже присутствует. Горловина бензобака хромированная. Подвеска у Зимы передняя и задняя зависимые. Балки очень хорошо здесь тоже видно. Рессоры проглядываются. Проглядывается КПП. Длинный карданный вал хорошо видно. Обратите внимание на колесные диски. Видите? Они очень хорошо проработаны. Опять же, хромированные колпаки с надписью Зим. И резина с правильным рисунком. С правильным протектором. Ну, это так вам для наглядности. 101-110. Разница, на мой взгляд, очевидна. Потому что, если воспринимать эти два автомобиля просто по памяти, кажется, что они одинаковые. На самом деле, они очень сильно отличаются. Да, похожи, но не то. Совершенно разные. Если это Бюек, то это больше Пакард, как я уже рассказывал. Если перечислить новшества, которые были применены в автомобиле Зим, то это на самом деле был большой технологический прорыв в отечественном автомобилестроении. Как я уже говорил, отопитель салона, радиоприемник, термостат в системе охлаждения, гаситель крутильных колебаний коленчатого вала, двухкамерный карбюратор, вакуумный усилитель, сцепление и тормозов, и трехступенчатая коробка передач с синхронизаторами на второй и третий передачах. Всего было собрано 8752 автомобиля ЗИ-101. Из них 675 в версии ЗИ-101А. Ну, естественно, что предвоенные образцы не сохранились, такие как спорт и Б. Число мест честных 7. Масса автомобиля 2,5 тонны. Полная масса 2970 килограммов. Длина 5 метров 75 сантиметров. Высота 1,87 метра. Ширина 1,89 метра. Дорожный просвет 190, что очень неплохо для наших разбитых дорог. Двигатель ЗИ-101А. Четырехтактный, восьмицилиндровый, карбюраторный, рядный верхний клапанный, жидкостного охлаждения. Мощность 110 лошадиных сил. При этом рабочий объем 5766 кубических сантиметров. Ну, естественно, барабанные тормоза по кругу, но с вакуумным усилителем, как я уже говорил. Максимальная скорость 120 километров в час. Расход 25-30 литров на 100 километров. При этом объем бака всего лишь 85 литров. Многие из вас спросят, что это такое серое на крыше. На самом деле в Советском Союзе не хватало прокатного листа. Да и в Америке, кстати, тоже очень часто прибегали к такой хитрости. Это или ткань, покрашенная масляной краской, или кожа с войлочной набивкой снизу. Она приклепывалась сверху и просто красилась. Поэтому мягкая крыша. На М-ках точно такое же было. Если посмотреть салон, очень хорошо видно, что основная часть, естественно, отдана пассажирскому отделению, которое отгорожено от водителя полкой со стеклом, которое тоже поднимается. По собственному опыту знаю, что сидеть за рулем 101-го мне с моим ростом 1,90 метра крайне проблематично. Гигантомания до начала Второй мировой войны была очень популярна. Вот в Советском Союзе решили, что наш лимузин не может быть хуже заграничных аналогов. Интересно, что ЗИС-101 не был стопроцентной копией какой-то конкретной зарубежной модели и в то же время не являлся отечественной разработкой. По заказу завода имени Сталина его спроектировала американская фирма «Амбибат». Чтобы усесться за руль, надо быть очень миниатюрным мужчиной, так как в огромном салоне мало места. Потому что спинка назад не откидывается, при этом, конечно, мягкий шикарный диван. И вот здесь мы тоже видим, что спереди, что сзади. Но при этом посадка, как будто ты лом проглотил, но тебе не хватает длины ног и высоты. То есть для высокого рослого человека водителем ЗИСа работать, ну, крайне проблематично. Да уж, разгон очень, как бы это сказать, внушительный. Этот процесс можно охарактеризовать словами, как камень под гору. Медленно, но неотвратимо. Да и не пристало такой машине куда-то спешить. Все должны уважать и бояться. За то, что действительно на высоте, это плавность хода. А все благодаря длинной базе и рессорной подвеске. А еще, несмотря на возраст, скорости переключаются идеально. Правда, с хрустом. Обзорность, конечно, подкачала. Вперед длинный нос, назад бесконечная корма. Боковых зеркал, естественно, нету. Опять же, не барское это дело головой крутить. Окружающие микроскопические машинки должны были просто сторониться черного крокодила. Руль крутится на удивление легко. Конечно, благодаря своим размерам. В повороты вкатываешься чинно и солидно. Но не во все. Радиус достаточно большой. Более 7 метров. Что еще тут мы видим? Подлокотники с пепельницами. Дверные ручки. Старпантены. Это дополнительное сиденье. Ручка подъема перегородки с водителем. Вот маленький, казалось бы, нюансик. Но он есть. И это показывает качество проработки деталей. Ну, естественно, конечно, задний огромный диван. Очень неплохо. Реально. Вот радиоприемничек видно. Приборы. Ручка переключения передач на полу. Если вы помните, потом стали более какие-то американизированные истории с переключением на руле. Ну, все хорошо, кстати. Очень хорошая машинка. Хорошо проработана, хорошо покрашена. У ЗИСа 101-го. На самом деле, очень грустная история. Он создавался как правительственный автомобиль. Но в силу того, что в тот момент в России, в Советском Союзе было еще большое количество закупленных иномарок, они проигрывали. 101-е. По всем показателям. По скорости, по комфорту, по ремонтопригодности, по экономичности. Иномаркам, американцам, естественно. Пакоротам и Бьюрикам. Поэтому эти машины сначала передали в НКВД для сопровождения ответственных лиц. Ну, как бы машины сопровождения. Но и там они не прижились, потому что товарищи из НКВД понимали, что кормить такую лошадь крайне проблематично, когда можно взять и поехать на М-ке. Она и веселее, и бодрее, и легче. И более знакомый автомобиль. На войну машины тоже не пошли. Поэтому, кстати, сохранились. Как в 41-м году, многие, естественно, машины были призваны в армию. Из таксопарков, с автокомбинатов. Все забрали на фронт. А тяжелые, неповоротливые, прожорливые автомобили нужны не были. Они остались, соответственно, всех в городах. Потихонечку от них избавлялись. Отправляли в области, разыгрывали в лотереи. Давали первым секретарям союзных республик. Потом третьим секретарям, десятым. Перевели даже в такси. В Москве они работали как маршрутные такси. Поэтому потихонечку-потихонечку от ЗИСов избавлялись. Как не самый удачный автомобиль поднимающегося автопрома. Соответственно, в послевоенной жизни ЗИСы были достаточно обычные и распространенные машины. Но в качестве такси. Вот такая вот история. Хотя ездили и профессура, и доктора ездили на этих машинах. Вместе с машинкой в масштабе 1,24 идет, естественно, журнал. В глянцевой обложечке. Бумажка хорошая. Здесь история создания советского Бюэка. Хорошая компоновочная схема. Все красиво. Также статья, где применялся, где использовался ЗИС. Но самая моя любимая часть всех этих журналов – это последняя статья. В данном журнале из истории автомобилестроения. Сцепление. Для вас, молодые парни, которые представляют себе сцепление, ну так поверхностно, здесь все есть. Читайте, просвещайтесь, будьте умными, чтобы спорить со мной в комментариях было о чем-то. А не просто так. В следующем выпуске вы увидите РАФ-22038. Не тот прекрасный 2203, а поздний, который стал самой лучшей маршруткой Советского Союза. РАФик, про который все помнят. В номере 24. Красивая машинка, ничего не скажу. Кстати, хочу напомнить, что компания «Ашетка Олекс» – это лидер по производству портворков. Портворки – это развивающие игры, коллекционные машинки, всякие конструкторы. В общем, все, что хотите – это у них. Также, если вы хотите подписаться и узнать всю подробную информацию по телефону, который вы видите снизу, можно приобрести в палатке «Союз Печать», а можно подписаться по почте и расплатиться при получении или карты на почте. Вот. И еще самое главное – машинок с каждой сей становится все меньше, меньше и меньше. По поводу конкурсов. Вы не проявляете какую-то активность, поэтому ничего дарить я не хочу. Если проявите активность, я же просил всего лишь придумать конкурс. Придумайте. Конкурс, я читаю комментарии, у меня шесть машинок повторных, которые я с удовольствием кому-нибудь подарю. Да, люблю обещать и выполнять. Все, ребята, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok